Ну что, привет, друзья! Мы в Арзане. Да, мам? Да. Будем сейчас есть вкуснейшую шаверму у меня с курицей, у мамы с бараниной. И чем еще? С бараниной. Ну, говядина, например, тоже. По-моему, говядина. Да. И у нас тут два салата. У мамы сегодня была сдача крови, так что она голодная. А потом идем на вентедж-шоппинг. Ну что, друзья, item number one. Полторы тысячи, что скажете? По-моему, очень красивая. Cute, блин. Маме, естественно, не нравится, она такая немножко потрепанная. Здесь дырка, здесь дырка. Но это можно починить. Вообще cute. Так, ну что, перед маминым уездом мы делаем гастрономический тур. Ты рада, мама? Да, конечно, рада. Мы пришли в место с очень хорошими ревьюз. Ну что, мы тебе пересадку волос тоже сделаем. Да-да-да. И мы будем сейчас есть наших любимых шримпов. Кого еще этих? Лобстеров. Лобстеров. Там будет potato corn. Ну, короче, мы сейчас вам покажем. Все будет ями-ями. Стелла сегодня в саду. Муж уехал во Флориду, в Орландо с Мироном на Леголэнд. Также у Жени завтра большой competition. Послезавтра в Орландо. И мы все это спланировали, чтобы они вместе туда поехали. Вот. А мы сегодня с мамой тусим, гуляем, делаем шопинг, как обычно. И кушаем вкусную виду целый день. Бухать будем? Вечером будем бухать. Тихо. Сия. Ну и, естественно, куда же мы без передников, друзья? Пип-пип-пип. Маме такое нужно по жизни. Да, мам? Слюярчик. Ну. Все, мы готовы. Мы готовы к процессу. Я готовлю к старости. У нас сегодня, кстати, снег в Чикаго. Да, никуда, никуда. Я вообще сегодня должна была быть на работе в Миллоке, но из-за снега они отменили, потому что они знали, что я, скорее всего, попаду в пробку и не смогу доехать обратно или туда. Вот. Поэтому они приняли съемку на следующую неделю. Но, anyway. Приятного аппетита! Ну что, друзья, смотрите, какая вкусняшка. Сейчас будем нападать. Ну что, мам, твои впечатления? Угу. Как тебе нашу новая мать? Любимая. Это специально только перед приездом сюда привезла, чтобы ты, этот, ты там спала и видела. Мукбанг, да, мам? Может, у нас мутырка, у нас такое есть, наверное, наверняка. Только долго будет стоить. Я думаю, нету. Вкусняшка, да? Да, сочетки с ними есть. Они вкусные. Бомба! Если вы здесь в Кага живете, любите такую еду, обязательно приезжайте именно сюда. Мы были во многих местах с мамой. Да, мам? Да. Картофанчик. Попешка. Солса. Я думаю, вот, дома можно такое сделать. Змешок, ты кидай, все. А этот ты можешь купить. Отдельно, да? Да, отдельно покупаешь. Лобстер можно купить, наверное, в этом. Костон? Нет. Метро. А, ты, между, да, в России? В России, да. Тут же самый сок, это бомб, это этот, соус. Ну что? Да. Это что, да? Ммм. Ммм. Ну что, друзья, добро пожаловать в корейский. У нас с мамой гастрономический тур. Пожалуйста, любимейшее Женина блюдо, поэтому он никогда ее сюда не приводил, потому что он знал, что она все съест и ни с кем не поделится. Калби биф, друзья. Калби биф. Это просто ребрышки в сочнейшем соку. Ну как, вкусно. Все, да? Вечер. Ну ты ж жулик, Мирон. Мирон, если эту штуку убрать, тебе волосы упадут за кофту. А потом ты будешь плакать. Мне чешется, мне чешется. Убери соску свою. В рот положи, руку убери. Мирон, стапит. Микка этот, у Мехи свои дети, она знает, что делать. Можешь ему два футболку снять просто? Слышь? Футболку? Да. Так сделаешь? Да, вот так. Ну ты ж жулье. Так, ну что, друзья, мы у Микки. Микка. Микка, здравствуй. Как дела? Хорошо. Как дети? Как бизнес? Хорошо. Мы, короче, пришли сюда на стрижку. И я сегодня буду делать тебе мои любимые брови, друзья. Я делала последний раз брови в феврале. Сейчас уже конец марта. Короче, прошло уже почти два месяца. Так что будем делать бровки. Ну, я вам покажу. А Мирона на лысо стрижем. Так, ну что, друзья, мы с Умой. Она сегодня в образе. Да. Это она готовится к костюмированному карнавалу. Примеряет костюмы для следующего Хэллоуина. Не, на самом деле я ее выхватила во время покраски просто, как обычно. Знаете, нежданно, негаданно. Позвонила за пять минут, такая, так, все, я приезжаю. Мека такая, слушай, ну тебе повезло, блин, она вообще-то тут. Я говорю, блин, ну это просто судьба. Ну что, делаем брови, друзья, мои любимые. Так, ну что, друзья, первое средство. Растворитель. Перманентный гель. Он размягчает волос. Да. Ну, растаритель, короче. Let's do it. Let's see. Так, ну что, второй. Это на что засолушен? А это нейтрализатор, нейтрализующий крем, который фиксирует. Да, теперь распространена фиксация, друзья. Мирон устроил настоящую панику, истерику из-за трех волосинок. Успокоился, Мирон? Мирон, ты успокоился? Эх, блин, туалетик закрыла. Так, ну что, друзья, я готова. Ну как? Мирон устроил тут, блин, истерику. Не можешь даже пять минут посидеть. Ну что, теперь у нас глазной доктор. Ты готов, Мирон? Давай, только не устраивай драму больше, хорошо? Это К. Это Д. Beautiful. You've been studying your letters. D, B, V, these are tiny. They're tiny, aren't they? H. Yeah, it's an H. What's in front of that H? A D. Good, what's the middle one? An A. Okay. Next. Ну что, друзья, привет. Сегодня вторник. Я пришла на Пилатес. Время три часа. А после Пилатеса едем в Висконте на работу. Брови вчера сделала. Красиво. Ну что, потренируемся. Пилатеса едем в Висконте на пилатесе. Как Бонни и Клайд. I can't believe мы пошли на свидание. Я волновался, стресс нереальный. Я был готов to spend all my money. Чтобы залезть в твое подсознание. Целый месяц мы встречаемся с тобой. Ты мой ангел, а я твой бэби-бой. Избегая глупые ссоры бытовой. Познакомлю, познакомлю все с тобой. Познакомься, вот красавица-сестра. Познакомься, вот моя любимая жена. Я шучу, это еще одна моя сестра. Познакомься, их две штуки у меня, у меня. Познакомься, это все мои друзья. Все мои друзья, это все мои друзья. Но не надо их имен запоминать. Я же буду тебя сильно, буду тебя сильно, буду тебя. Целый месяц и неделю мы с тобой. Ты готовишь, но а я еще живой. Избегая глупые ссоры бытовой. Предлагаю стать тебе моей женой. Познакомься, это все мои друзья. Познакомься, их так много у меня. Но не надо их имен запоминать. Я же буду тебя... Ну что, друзья, сегодня суббота. И вы не поверите, Замира Уразбаевна завтра улетает в Russian Federation. Ты готова? Готово. Мы сегодня готовим мантышки. В смысле, мама катает тесто, а я леплю. Так что... Пам-пам-пам! Ты что скажешь в свое оправдание? Жень, сделай вот так. Вот так сделай, Жень. Так он не научился. Ну что, посмотрите, какой блин у нас идет. В дорогу. Шикарнейший, да? Ну, я сегодня купила новую палку, потому что наша старая палка упала за холодильник. Холодильник не двигается. Да, холодильник невозможно было отодвинуть, поэтому пришлось ездить в Home Depot и купить новую палку за 5 долларов. Так что лайфхак, друзья. Для всех американцев. В строительном магазине можно купить офигительную палочку ровненькую. Итак, мясо у нас. Говядина. Счастливая говядина. Очень счастливая. Самая счастливая из всех. Говядин. Да, мама? Да. Лук и мясо 50 на 50, да, мама? Мне кажется, ну да. Зор, зор, зор. Давай всегда. Итак, Женя, мастер-класс специально для тебя. Складываем сперва уголки на пальчик, а потом шлеп, шлеп. И вот тебе она. Прекраснейшей красоты. Мантышечка. Сладенькая, маленькая девочка. Сочная, мощная, сметанкой залитая. Вкуснейшая. Че без перца? Мощнейшая. Че без перца? Без какого перца? Че на перец не кладете? Слушай, учитывая то, что Мирон не ест перцем, я на это не кладу. Тебе надо будет, потом сверху поперчишь. Мы здесь отдельно поперчим. Жень, эксклюзив. Да. Только для тебя. Все? Нет. Нет. А можно еще складывать, да, мам, по-другому? Да. Когда они там еще складывают? Ты, блин, наваляла мясо сюда. Тенери тесто. Мой муж завидует, что я умею делать манты. Твое делание манты заведено в красную книгу. Как же всегда Женя. А потом будет обижаться. Ты мне сказал. Значит, ты это выставляешь? Я ничего тебе не сказал. Вы или же это? Она уже выставила сегодня. Ну так что, сейчас буду сидеть, вы снимаете? Да, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, как ты будешь сильно скучать за бабушкой. А зачем буду скучать? Но Карл собернется. Сейчас про все не слушается. Это хорошо. Почему? Раз, раз, и все. Ну, вы видите, это просто жестковатое тесто. Ну да, я и говорю, оно слушается. Хорошо. А то этот, когда? Ты просто послинируешь. Сейчас плюнет. Послиняет. Слушай, легко. Правда? Потом скажи, я не буду это есть. Ну, сейчас мы этот, грудным молоком, блин. Сперва для Женя. Ну что, друзья, добро пожаловать в следующий день. У нас вчера в итоге к нам пришел в гости друг наш из Нью-Йорка. Он прилетел вообще-то как рандомно. И заехал к нам на манты. Поэтому я ничего не сняла. Ну вот они, эти манты. Мы уже сегодня второй день их едим, естественно. Но у нас вчера были просто пляски, танцы и все остальное. Что ты хочешь, мам? А какой пожал? Танцы, пляски с бубнами. Вчера Мирон блевал раз в семь. Да, мам? Вчера Женя с тренировки принес асаибол. И мы думаем, что он им оторвился. Потому что он выблевал все, что было. Мы потом начали ему давать энтеросгель, какие-то другие препараты, на которые все блюет. Воду, он блюет, блюет, блюет. Без остановок, короче, отбливался. Он даже во сне обливал. То есть он просто спит и блюет. Короче, мы вчера, конечно, набегались. Это манты, Мирон. Как вкусно. А что вы кушаете, вы же думаете? Мы решили, что сегодня мы на каим пойдем. Ну, потому что он блюет до сих пор. Будешь манты? Не я, не мама, мы никуда не хотим идти, да, мам? Да. Потому что маме нужно мыться. Знаешь, что пельмени не доделала. Короче. В общем, друзья. Мы думаем, что нас сглазили, да, мам? Тебе нужно пойти эту воду, блин. Блин, что-то у меня не получается. Что ты пытаешься делать? Деньги оставить надо. Да, воду надо слить эту. Ну что, друзья, бабушка готовится, отчаливает. Ты готова? Сели на этот, как это называется? На посошок. Не на посошок. А на что? Села. На дорожку. Сели на дорожку. Кель, Села, апапап. Иди сюда. Апапап. Иди к бабе, иди баба, 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 баба. Где баба, Селла? Ой, баба, смотри, а что это такое? Монетка, монетка, давай. Монетка, монетка. Нерон, смотри сюда. Стелла, Стелла. Слак, слак. Все, пошли си. I'm out of here. Подожди, не присели на дорожку. Юлия. Маман, что ты скажешь про свое путешествие? Как тебе было весело в этот раз? Весело и весело. И сейчас веселую куплюсь дальше. Сейчас еще веселую куплюсь. Слушай, еле-еле уложили чемоданы. Блин, пришлось достать ботинки. Что мы там еще достали? Сумку. Да, много еще достали. Причем всего пришлось достать из двух чемоданов. Ну, ничего, короче, едем, друзья. Едем мы в... Мы, мама едет одна в Рашу. Увидимся, как говорится, через 4 месяца. Да. Что ты? Не родила, блин? Ну, все, мамулечка. Давай. Жди меня, и я вернусь. Все, давай. Давай, иди. Только ты меня жди. Все, уходи. Тебе TSA нужно. TSA. Да. Ладно, давай. Ничего не будем. Все, хорошей дороги. Не скучай. Все, пока. Пока. Доброе утро. Я и мои сопли. Стелла, помаши ручкой. Мои отпрыски. Мирон. Помаши ручкой. Собираемся в школу. Мирон в школу. Стелла в садик. А я на пилатес. Сегодня уже четверг. Я 4 дня без мамы. Справляюсь всем сама. Завтрак, обед, ужин, снэк. Не завтра. Мои жены с деньгами. Не завтра. В мае, Мирон. Одевай куртку. И застегивай. Сейчас открою, Стелла. Мои жены с деньгами. Не завтра. Мама уехала. Я, короче, одна. Я все 3 дня следила за судебным процессом в Казахстане. Кто знает, кто не знает. В ноябре, по-моему, прошлого года убили... Муж убил жену. Ее зовут Салтанат. Его зовут каким-то там тупым именем, блин. Даже не хочу его имя называть. Он экс-министр экономики Казахстана. И, в общем, сейчас идет судебный процесс, потому что он ее жестоко убил. И я все эти 3 дня сидела и смотрела за судебным процессом, потому что судебный процесс идет онлайн. Можно на ютубе посмотреть. Вот. Застегивай куртку, Мирон. Застегивай куртку быстро. Вот. В общем, была я не в состоянии. В состоянии занималась с детьми, с семьей, домом. Потом муж заболел. Мирон, блин, блевал все выходные. Потом муж блевал на буднях. Короче. Я не блевала. Давай нормально, поправляй кофту. Все, готов? Да. Сейчас я куртку одену. Все, выходим. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Дай маму куртку оденет. Мою казахскую куртку. Идемте. Мирон, бери свой рюкзак. На выход все. Все на выход. Все выходим. Вон коляска, Стелла. Залезай. Пока. И завтра вошел в жилье. Все, Стелла. Залезай в коляску. Пока. И завтра вошел в жилье. Стелла, залезай. Пока. И завтра вошел в жилье. Не день рождения. Завтра давай. Мирон. Давай, я закрою дверь. Стелла, залезай в коляску. Так, ну что, я пришла домой, короче. Сейчас буду умываться. Я даже не успела умыться утром, друзья. Все. Извините, мой. Мои кубы. Ва, красиво. Раз, два, три. Шесть штук. Так, мое умывание. Zero. Я вчера вечером не умылась. Такое бывает. Поэтому я обязательно делаю балм, который хорошо растворит все мои точки мочки. Берете немножко продукта, разогреваете, растворяете в руках и на лицо. И массажируете минуту-две. Особенно там делаешь черные точки. Да, конечно, я, по-моему, не закончила про это дело, блин. Ой, как же мне жалко эту девушку. Это просто ужас, конечно. Потому что они выложили видео. Они показали на судебном заседании видео, как он ее избивал. И, конечно же, все, что он говорит, это звучит как, ну, просто, like, самое дурацкое оправдание своих действий, да, что она там его материла, она его унижала, она его била. И самое, что смешное, на этом видео видно, что она к нему вообще не прикасается. То есть ни один раз она не опрокинула на него руку. Представляешь, вот я знаю себя. Я, например, мужа реально там, ну, пару раз лупила по пьяни, то есть я была пьяна, и я могла на него жестко налетать просто, да, там, с кулаками, с руками. То есть, например, если он меня держит, не отпускает, я ему, отпусти меня, да, и я начинаю его там дубасить. Ну, как бы, вы даже понимаете, да, что я там 50-килограммовая женщина, которая, блин, пытается ударить, блин, 80-килограммового мужчину, блин, черный пояс по бразильскому джицу. Понятное дело, что я не могу много чего сделать. Да, наверное, ему неприятно, а веслы. Но то, что это там какая-то сумасшедшая боль, понятно, что это как бы, ну, это жоп, да. А он говорит, утверждая, что она его била, лупила матерью, ну, это просто такая комедия, Лэк, это так смешно выглядит, да. А он еще крупнее, чем мой муж, он там 100 кило весит, блин, говорят. Вот. И, конечно же, это полный бред, потому что видно то, как он с ней разговаривал, да, до самого происшествия по ресторану, пока они ходили туда-сюда, на улицу. Я смотрела все судебное заседание не с самого начала, а с момента, где допрашивают брата ее. Когда они показывали, да, обвинение, когда показывала клипы с ресторана, где они ходят туда-сюда, там, на протяжении пяти часов и ругаются, да, видно, как она даже ни один раз на него не замахнулась, вы понимаете? Видно, что она очень пьяная, что он очень пьяный, но видно, что из нее вообще не исходит никакой агрессии, она просто стоит такими опущенными руками, типа, ну, блин, уже отвали от меня, ну, блин, уже отстань от меня. Вот, вот, это очень чувствуется по поведению, по ее, как бы, движению тела и все такое. И, конечно же, из-за этого все его слова, они просто, ну, звучат как, ну, слушай, блядь, так, серьезно, чувак, блядь, просто закрой свой рот, блядь, и не позорься. Ты уже опозорил себя, свою мать, своего отца, блядь, ты уже весь Казахстан, блядь, опозорил, блядь. И ты сидишь и так нагло врешь об этой несчастной женщине, которой ты, мразь, мразота, убил. Вот такие у меня чувства вызывает этот мужчина. Вот. Смываем. Теперь у меня вот такой вот Вин Moisturizing гель для умывания. И им нужно обязательно после балма промывать лицо, потому что балм, он достаточно жирный, и его обязательно нужно смывать. Так же, как и мицеллярную воду. Так что не позволяйте визажистам пользоваться мицеллярной водой для снятия макияжа. Я, например, всем запрещаю. Я разрешаю, если, например, визажист некрасиво нарисовал стрелку, я говорю, чтобы визажист исправлял это только кремом. Потому что мицеллярную воду нельзя оставлять на лице. Вот. Берем чистое полотенце. Я стараюсь менять полотенце каждые два дня. Вот. Она свежа и чиста. Один из моих любимейших кремов под названием Balm 27. Не Balm. Balm. Ой, короче. В общем, суток не закончился. Там офигительный прокурор. Офигительнейший просто адвокат у стороны пострадавший. Какие-то конченые адвокаты у этого, блин, Бешмамбека, блин. Бабека. Я даже не знаю, как. Судья. Ну, слушайте, за судью, короче, там все говорят, что типа вот судья подкуплен. Я, видите, совершенно не смотрела начало судебного процесса. У меня, если честно, о судье не сложилось какого-то противоречивого мнения. И мне показалось, что она была окей. Но потом я послушала, поговорила там с подружкой, казашкой, индира, кто ее знает. Она тоже говорит, что вот он подкуплен. Наверное, мне для этого нужно было посмотреть начало судебного заседания. И как бы исходя из этого, уже как бы делать выводы. Но так как я не посмотрела, естественно, я как бы не очень знаю. Так вот. Судья мне показался окей. Как бы мне казалось, она и ту сторону затыкала, и ту сторону затыкала. И в дальнейшем даже сказала, что там был такой момент, да, где тупорылые адвокаты принесли фотографию, блин, которой уже полгода, вместо того, чтобы принести фотографию, из судебного дела. И судья говорит, слушай, типа, вы что, блин, охранели, что ли, короче? Из-за того, что вы сейчас ввели нас в заблуждение, мы в дальнейшем будем принимать финальное решение, основываясь на том, что вы нас хотели ввести в заблуждение. Что мне очень понравилось, например. Вот. Что она могла такого не говорить, а сказала. Ну, плюс, мне кажется, что всемирная, как бы, история, что весь интернет об этом говорит, особенно, да, там, в русскоязычных странах, в СНГ. И мне кажется, что это тоже, как бы, на нее влияет сейчас. Даже если ее подкупили, она, как бы, уже видит, что народ, как бы, восстанет. И я очень на это надеюсь, что если ему не дадут грамотный, хороший, долгий срок, этому убийце, потому что он убийца, да, хотя они такие, блядь, не называйте его убийцей. Ну, охренели, короче. Надеюсь, что ему дадут хороший, долгий срок, и этот человек попадет в тюрьму за свои злодеяния. У меня сегодня, на самом деле, столько тела, вы просто не понимаете. Но зато буду красивая сегодня целый день на макияже. Мне сейчас нужно записать кастинг, видеокастинг для какого-то алкогольного бренда. You know? Поэтому мы с вами готовимся. А, самое главное, что я не рассказала. В эту субботу приезжает сестра мужа нам помогать. Вот, ну, смотри, помогать. Она, во-первых, она на год младше Жени. Ей 48-47 получается. Вот исполнилось, у нее был в конце марта день рождения. Она никогда не была в США. Ей отказывали в визе три раза. Она подавалась на визу, когда была молодая, два раза. И последний раз она подавалась, когда я уже была с Женей, там, года четыре назад. И ей тоже отказали. Как вы знаете, я всей своей семье делала визы с помощью одного агента. Ее зовут Юлия. Она сделала визу моей маме, моей сестре. Маме она делала визу во время ковида. Сестре она делала визу после того, как началась война. Она также открыла визу мужу моей сестры, который призывного возраста. И это все происходило во времена мобилизации, когда россиянинам почти всем отказывали по всему миру. И она четко знала, куда ему нужно ехать, чтобы получить американскую визу. И он ее получил. При том, что он был в Европе за свою жизнь, там, один раз. Эта девушка, like, literally knows what she's doing. Да? Она реально большой профессионал. И она помогала нам со всеми. Блин! Что за хрень? И она помогала всей моей семье получить визы в США. Я решила, что так как мама уезжает, естественно, я не могу существовать одна с двумя детьми. Плюс, вы знаете, из-за того, что я работаю, мне очень часто нужно куда-то улетать. Женя работает в офисе, он иногда не успевает забирать Мирона, Стеллу и т.д. Поэтому нам нужна какая-то помощь. И я сказала мужу, что давай попробуем еще раз податься на визу твоей сестры, но только с помощью этой Юли. И у нас получилось, друзья. Вы понимаете, ей отказывали три раза. Три. И в этот раз ей дали. Это разве вообще не волшебство, не чудо? Вот честно, от души, друзья, вам даю ее контакт. Внизу будет ссылка на их инстаграм-аккаунт, куда вы можете перейти. И им там написать. И они, я вам отвечаю. Вот лучше, чем они, нету. Мой муж не верил, что она получит визу. Я была уверена, что она получит визу. Потому что я видела, что она реально умеет делать со всей моей семьей. И я была уверена, что она получит. Потому что Юля сразу посмотрела на нее, на ее ситуацию. И она сразу оценивает и говорит, какой процент вероятности того, что дадут визу. И она там дала 90%. По-моему, 70% или 90%. Ну, короче, очень высокий процент она дала. И после ее слов я поняла, что все, она точно получит визу. Муж не верил. Мой муж вообще очень большой скептик. Он вообще ни во что не верил, пока это не произойдет. Но в итоге она получила. Понимаете? Это Юля просто, вот я даже помню, когда мы еще все ждали, да, этого момента. Я говорила мужу, я говорю, она получит, да? Он говорит, да нет, сто пудов не получит. Я говорю, ну, окей, а если ты получишь, ты охраняешь дат этой Юлии? Потому что, ну, like, это literally freaking magic. Окей? И он говорит, да, тогда это просто. Юля это просто, она, блин, богиня виз. И круче, чем Юли, не существует. Поэтому, друзья, если вы хотите сейчас поехать в США, получить визу в США, и вам даже отказывали когда-то в поездке в США, обязательно, обязательно пишите это Юле. She is a magic. Like magic, окей? Круче только тучи. Окей? Женина сестра приезжает в субботу. Сегодня четверг. Так что я несказанно рада этому. Очень рада, что она сюда приезжает. Она там тоже очень нервничает, не хочет, боится перелетов, ну, такая, знаете. Ну, я ее подбатриваю. Женя, это, конечно же, безумно рад, потому что он думал, что она вообще никогда не приедет в своей жизни в Америку. А я рада тому, что благодаря связям the connections, you know. Кстати, не только благодаря связям и connections, а благодаря вообще моему YouTube, моему Instagram, я смогла все это сроганизовать, потому что мне этот контакт дала одна из моих подписчиц. Давно, да, когда я еще делала маме во время ковида ее американскую визу. Мне дала вот этот контакт. Моя подписчица говорит, вот, типа, лучше контакт. Я к ней обратилась, и я думаю, типа, давайте, организуйтесь нам все. Она все организовала, она все делает. Она делает европейские визы, она делает британские визы, она делает японские визы, она делает все визы, и она делает их для всех. То есть не только для русских, да, не только для россиян. Даже если вы с Украины, у нее, по-моему, там огромное количество людей, которые с Украины работают на нее. И с любой страны, Казахстана, там, whatever, она помогает всем национальностям, всем паспортам, и она помогает получить визу просто в любой точке мира. Like she knows what's up. То есть она вам, она организует вам и переводчика, потому что, например, моя сестра, моего мужа не говорит на английском, и ей нужен был переводчик. Моя сестра, кстати, тоже пользовалась переводчиком. Мама тоже пользовалась переводчиком. У всех был переводчик. Вот. Это просто, знаете, это такая дополнительная гарантия, что ты не ляпнешь что-то не того, потому что переводчик будет полностью контролировать, так как он находится в полном контакте с Юлей, и он выполняет все, как Юля ему заведомо сказала. Они подготавливают тебя к интервью, они подготавливают тебе твой кейс, потому что кейс имеет ключевое значение. И после этого ты получаешь свою визу. И она получила визу за два дня. Она пришла в консульство в четверг. Мы сказали ей, что нам нужна виза в начале апреля. Она нашла нам аппоинтмент с помощью бота в Румынии на конец апреля, потому что задача была, чтобы она как раз таки... Подожди, апреля, марта. Задача была, чтобы она приехала сразу после того, как мама уедет. То есть мама уехала в конце марта, и вот в начале апреля должна была приехать Женина сестра, ее зовут Вита. Вот. И она нашла нам аппоинтмент на 28 апреля. И в апреле марта... И 30-го Вита была уже с визой на руках. Полетела домой с Румынии. И вот сейчас, в эту субботу, 6-го, она прилетит сюда. Какие рваны, да? Так, ладно, пошла я, короче, снимать видео, кастинг. Увидимся попозже. Юлия. Ну что, я тут, короче, начала уже смотреть процесс в следующий день. Сделала кастинг. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот тут, короче, я делала фотографии. Я как держу алкоголь в руках. Потом, как я записываю... Как я танцую, типа, в клубе с дринком на руках. Секси. Ну, естественно, разговор hello, how are you? Меня зовут Юлия Сопернязова. Естественно, мне написало мое агентство в Нью-Йорке. Я сегодня должна была, должна сегодня им отправлять release letter. Это письмо, чтобы они меня, как бы, отпустили. А они мне в честь всего этого прислали, короче, кастинг. От L'Oreal. Для шампуня и брио-джео. Брио-джео? Да. Какой-другой? Ну, короче. Сделала я этот кастинг тоже. Два кастинга у меня сегодня было. Сейчас буду есть, доедать. Позавчерашнюю пасту моего мужа, которую он не съел. И потом мне нужно везде все убрать. Смотри, это посуда со вчерашнего дня. Это все нужно убрать. Пропылесосить диван. И съездить в магазин за продуктами. Бедный Мирончик просит у меня клубнику уже 4 дня. Сия. Продолжение следует...